Будем ставить образы разных плавенцев на нашу виртуальную машину GNS3. Итак, вначале нам нужно его запустить в виртуальную машину WIRT-MHMT-MSC, вот она, так, GNS3, пуск. Так, подключились к ней, в принципе, подключаться к ней особого смысла нету, да, только можно в хитлесе работать. Хорошо. Время. 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 Идем, когда она загрузится. Тут Windows почему-то все грузится. Неспешно. Да, можно наблюдать вечно. Вот загрузились. А на IP изменилось что ли? Сейчас ГНС запускаем. Что-то он не подключился. Ран Плайнс. Смотрите, вот у нас вот тут такой был IP, а сейчас при перезапуске он другой. 19, 75, 128. Ну, может быть, в этом есть сермяжная правда жизни? 75, да, хватит. 75, 128. Давайте подключимся еще раз. Так, вот он у нас подключен. Я вот выйду и зайду еще раз. Это мы отренировались мы тут. Квит не работает. А, я не на ту кнопку, я на тест проект ткнул. Так, ну вот все, он подключился. Вот это для меня в новинку, то, что меняется IP-шничек. Наверное, да. Наверное, может быть, когда несколько средств в вертализации стоит, какие-то тут проблемы возникают. Но вы отслеживаете, то есть, если не подсоединился, то проверьте, может, IP-шничек изменялся. Значит, какие у нас девайсы есть. Вот у нас Virtual PC. Умеренная поддержка. Ну, пропинговать можно. Получить IP-адрес и так далее. Switchy Hub. Но такие тупые. Без конфигурации. Но, правда, вручную можно установить там разные балланы. Тоже можно. Ну, как средство соединения. Да и все, пожалуй. Больше ничего нет. Поэтому мы давайте будем добавлять новые оплайенсы. Нам нужно будет, ну, как минимум, маршрутизатор, коммутатор. Дать маршрутизатор. На сервере так. Next. Так-так-так-так-так-так. Роутер. Ну, очень хороший набор всего. Ну, на самом деле, смотрите. BERT и FRR. FRR. Ну, в принципе, хорошие роутеры. Это у нас... FRR является сейчас... Собственно, основным фреймворком для роутинга вленелся. Но вот тут голый фреймворк без всего. Собственно, на нем роутер особо не настроен нормально. Самые простейшие вещи можно. Сложные вещи, естественно, там отсутствуют. То есть, роутинг есть. А что-то дополнительное. То есть, работа с пакетами уже отсутствует. Значит, BERT – это фреймворк такой юзерский для роутинга. Это, как бы, в сторону немножко. Он более старый. Развивается отдельно. Что у нас тут? У нас есть циски. Ну, проблема с цисками в том, что нам нужно имидж. В принципе, на торрентах, естественно, вы все найти можете. Но для преподавания мы это использовать, естественно, не можем. Juniper. Ну, вещь хорошая. Как бы нормальный роутер. Но памяти, видите, 4 гигабайта памяти требует. Это не совсем то, что нам нужно. Так, мы будем использовать YOS. Он на FRO-утинге работает. У него Shell на базе. На базе Juniper, то есть, на Juniper похож. Вот тут вот можно, если вы давно ставили, можно обновить. Регистри список. Не спешно он обновляет. Нет, он на Регистри скачивает с сети. То есть, просто чтобы видеть, что можно обновить список софта и так далее. То есть, некротик у нас есть еще, конечно. Но, как... Ну, для домашнего решения, для домашнего решения он неплох. Но относиться к нему, как к нормальному роутеру, конечно, нельзя. Давайте... Давайте... О! С картинкой... Install BIOS. Опа! 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 А это я не понимаю, что случилось. Он почему-то не хочет ставить... Он должен ставить на виртуальную машину. На ремонт сервер, да. Да, а он на основной сервер ставит... Странно. Так. Ну, вот я открыт проект, открою. Ну, вот проект на виртуальном сервере открылся. И сейчас попробую. И все равно... Так. А может тут так и нужно? То есть он за основной сервер... А! Вот мейн сервер. Вполне возможно, что... За него принимает... Такая терминология, может быть. Да. Ну, давайте так и сделаем. Попробую. Роутер... Install. Мейн сервер, ну, наверное, это тот. Кимю у нас 64. Значит, вот смотрите, у нас есть со спайсом и без. В принципе, спайс это нам нужен, если мы с графическим интерфейсом что-то ставим. А у нас тут без графического интерфейса. Значит, что у нас с Вайосом? С Вайосом такая вещь. Так, давайте мы... Писание. Образы оборудования. Вайос. Образы Вайос. Значит... Идеология у них такая. У них лежит... Вот... Снапшот, документацию. У них на ГИТе лежит... Имидж в разобранном виде. Вы сами можете его собрать, использовать. Ну, а если вы не можете это сделать, вы должны купить его. Проблема была то, что они прикрыли доступ для российских пользователей. А раньше можно было сказать, что вы учебное заведение, и попросить, чтобы вам давали релиз бесплатно. Но роллинг-релиз бета-версии они дают бесплатно. Вот они. Вот у них Free Subscription. Но сейчас бесполезно подписываться, потому что они не дают. Значит, вот Nightly Build. Ну, и давайте любой имидж возьмем. Раньше у них были пререлизы для предыдущей версии, для 1.3. Вот вы видите, тут 1.3.2. Это релиз. Значит, 1.1.8. Это вообще старая вещь. Значит, она как раз на ВАЯКе базируется. Еще до внедрения FFR пользоваться нельзя ей. Значит, давайте, что у нас скачалось. Давайте откроем загрузки. название. Название скопируем. И свой релиз сделаем. Свой релиз. Вот он. Ну, давайте возьмем. New релиз. Create a new release. Значит, версия. Ctrl-V. В iOS убираем. Роллинг это оставляем. Вот так вот. Вот у нас вот такая версия. 1.4. Роллинг и число. Окей. Значит, название имиджа. Вот у нас Ctrl-V. Вот точкой ISO. И поскольку он идет в виде источника, то источник нужно установить на прессе, чем использовать. Мы образ вот этот должны иметь. Так. Вот он у нас появился. Давайте вот этот. Скачаем. Download. Давайте мы его скачаем. С GNS. С Сарсофорджа. Сарсофорджа скачаем. Так, вот он скачанный. Откроем папку с ним. Давайте теперь его зальем сюда, импорт. Вот это у нас Compute Download, вот этот файл есть. На main сервере и импорт вот этот файл. Загружаем его на сервер наш. Так. Так, у нас вот все на сервере. Ready to install. Next. Ах, не выделил, выделил. Next. Yes, мы хотим. Вообще, конечно, тут ничего не устанавливается, просто делается ссылка и там вызов виртуальной машины с этим источником. Вайос, Вайос. Окей. Так. Это я уберу. Это я проект открыл. Давайте создадим Вайос проект. Значит, ну он отображается вот таким вот, не знаю, можно оставить такую картинку. Я, наверное, предпочту поставить обычный маршрутизатор. Вот роутер обычный. Ну, потому что мне привычнее этот вид. Ну, пожалуй, все. Значит, тут не нужно автоматически делать конфиг диск, поскольку сам Вайос поддерживает партицию с конфигурацией. Если мы делать будем это вручную, то просто-напросто будет рушиться конфигурация. Вот мы его вытащили сюда. И давайте мы его запустим. Старт. И консоль к нему подключим. Вот, побежал. Ну, фактически, это роутер на основе Linux. Linux грузится. Можно использовать его и для домашнего и корпоративного использования. Для домашнего, скажем, можно купить appliance с четырьмя, скажем, портами. Обычно они так идут на Али или где-то еще. И на этот appliance установить и у вас получится нормальный маршрутизатор. Так. Вот он загрузился. Итак. Вайос. Вайос. Значит, мы его только установим, конфигурить не будем. Конфигурацию мы описываем в отдельном видео. А тут основная идея это установка на Windows. Мы устанавливаем. Значит, после того, как мы загрузились, мы загрузились в лайф-системе Sigeroma. Работать так, естественно, невозможно. То есть нам нужно установить второй имидж. Вы помните, это просто 8 гигабайт имидж для диска. И мы устанавливаем. Install. Табуляция работает. Записываем. А. Install. Что? Image. Вот так вот. Install. Image. Табуляция. Значит, спрашивает, хотите ли вы установить на локальный диск. Да. Значит, как вы хотите разбить диск. Ну вот он пишет, что минимум 2 гигабайта нужно под образ. И как вы хотите разбить диск. Предлагается автоматически. Разбиваем. Автоматически. Разбиваем. Он находит один диск. Вот этот. Насымыч. SDA. Он говорит, будем ставить на SDA. Да. На SDA ставим. Продолжаем. Ну, тут по умолчанию NO написано. Чтобы вы случайно не уничтожили диск, на котором что-то есть. Поэтому требуется вручную нажать YES, а не ENTER. Значит, рутовая партиция на весь имидж. Вот он создает имя имиджа. Он копирует LiveCD. То есть, он не устанавливает, а просто весь LiveCD туда копирует. Значит, у нас два конфигурационных. По умолчанию этот ставим. Значит, ну, оставим в iOS, но на самом деле, как вы увидите, нам нужно этого пользователя потом убрать будет и завести своего пользователя. То есть, системного пользователя в iOS мы в целях секьюрности будем убирать. Дальше нас спрашивают, куда загрузчик ставить. На SDA, естественно, у нас единственный диск. Ставится загрузчик групп. Дальше нас As VERД Да, что-то он задумался устанавливать группу, ждем, все поставил, он говорит давайте перезагрузим. Нам фактически нужно тут его релот И вот он пошел загружаться Значит, последовательная консоль, поскольку мы тут подключаемся к последовательной консоли И вот он пошел загружаться Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Итак, каждый роутер должен быть развернут Ну вот он, конфиг Эта нода работает И загрузка сервера 42% RAM он использует А сколько теперь процентов использует? Да, вот мы видим, что у нас 2,7 гигабайта Как вы помните, что поскольку это не пользовательского уровня виртуальная машина ядерного уровня То она вполне способна менять размеры памяти Baloning Memory Вот она сама расширила память до 2,7 гигабайта Ну, вот вполне нормально Значит, ну теперь все остановим И видим, что все установился Наш маршрутизатор работает И можно его использовать в наших разработках И мы видим, что все установлены память до 2,7 гигабайта